Девушки отдыхают Девушки отдыхают И мы ездили вместе с ним и делали полировку и всякие дела с машиной И дальше Бог сказал ему, ты должен продвигаться И он начал служение из Сиона Он и его верная спутница и жена И они из Новой Зеландии И до сих пор его никнейм в электронной почте Киви Это птичка Новой Зеландская Киви И мы на него смотрели так с харизматической крещурой И вот где она Он направлялся в такие места, в которых мы не знали, что есть такие названия И вдруг мы получаем оттуда и оттуда и оттуда всякие сообщения, где люди начали приглашать И он много ездил и много ездит, да? И продолжает это делать И я рад, что он согласился прийти и поделиться с нами с вами И они послушаются, я и их лами Я думаю, что они послужат нам Азишка, Давид Юлия Боломбайджан Азишка, Давид Юлия Боломбайджан Азишка, Давид Юлия Боломбайджан и мы с вами здесь сегодня. Как я уже сказал, мы знаем друг друга достаточно давно. Я много лет назад ездил в Советский Союз для того, чтобы проводить там реванализационные собрания. И у меня для меня это было большое удовольствие служить вместе с Ицхаком в Казахстане и в Киргизстане. И Бог дал нам, положил на сердце нам действительно особое желание служить людям бывшего Советского Союза. Я хочу сегодня утром поговорить с вами про Духовную войну. Потому что когда мы живем в Израиле, мы знаем, что есть физическая война, что происходит вокруг нас. Она видимо. Но есть еще и другая Духовная война, которая на духовном уровне. Она невидимая, мы ее не видим. И я когда еще Библию в своей жизни никогда не читал, только начал ее читать. И я начал читать Танак. И я увидел картину войны между Богом и Дьяволом, как будто убеден на духовном уровне. И я верю, что любой человек, живущий когда-то на этом свете, и те, которые живут сейчас, и те, которые еще должны родиться до прошедшего пришествия в Мессии, каждый человек, который когда-то родился или родится на этой земле, он рождается в эту войну, которая постоянно происходит между Богом и Дьяволом. Это не имеет значения, знаем мы про эту войну или не знаем. И не важно, верим мы в эту войну или нет. И даже не важно, насколько мы понимаем эту войну. Мы все живем во время постоянной духовной войны, которая постоянно происходит. И я спросил у Леона, если я могу с вами поделиться таким словом. И я слышал несколько раз, что есть люди, которые страдают от различных болезней здесь. И я знаю, что есть люди, которые постоянно живут финансовые недостатки. Возможно, у вас постоянные проблемы в семейных отношениях. Я, конечно, не обвиняюсь сейчас Дьяволом во всем. Но, возможно, таки есть духовные причины, из-за того, почему с вами это все происходит. И я действительно верю, что то, чем я с вами сегодня поделюсь, имеет потенциал для того, чтобы в вашей жизни, наконец, произошли перемены. И Джоси и я ездили в Англию где-то два года назад. И Господь начал открывать мои глаза для того, чтобы увидеть, что происходит на духовном уровне. И это слово, которым я хочу поделиться с вами, оно как раз ко мне пришло на основании понимания того, что... И на английском это проповедь называется, и на русском можно перевести, «Жизнь между небесами и землей». То есть мы живем на земле, и на нас влияет то, что происходит на небесах. И внизу вы видите, как духовные сферы влияют на человеческие существа. И Библия говорит нам о том, чтобы мы знали и понимали об этих вещах. В Коринфинах 2.11 написано, что вам нужно понимать, кто такой дьявол и какие его методы. И в Иса в Осии 4.6 написано, «Мо народ мой гибни без недостатка знания». И я верю, что Господь хочет, чтобы мы знали эти вещи. Поэтому, если вы испытываете какие-то сложности в вашей жизни или в вашей семье, послушайте внимательно то, что я буду говорить вам сегодня. И если вам что-то покажется странным, тогда помолитесь и попросите Духа Святого указать вам на то, что правы или нет. И, Отец мой, я хочу сейчас прям помолиться во имя Иешуа, чтобы ты помазал это Слово сегодня утром, чтобы ты помог мне предоставить эту информацию простым и доступным способом. И открыть, пожалуйста, духовное понимание каждого сидящего здесь в общении или тех, которые смотрят нас в интернете. И, Отец, мы благодарим Тебя за эту победу, которую Ты хочешь дать нам в наших жизнях и в наших семьях в имя Иешуа. Аминь. И, как я уже сказал, если вы читаете Танак, то вы увидите эту картину войны. И даже в Новом Завете также очень много говорится про войну. Говорится про духовное всеоружие, которые не физически, но они сильны, написано на разрушение твердым. И Павел говорит Тимофею, будьте хорошим верным воином для Господа. И это мое основное послание. Это Ефесянам 6 глава. Здесь написано, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мероправителей тьмы и века с его, против духа в злобе поднебесной. Иногда христиане любят вырывать библейские тексты из контекста, когда он становится неудобным. И они говорят, что мы не на войне, и наш брань против крови и плоти. И то, что здесь говорится, что мы хоть не против крови и плоти, но мы на новостоянной войне. И здесь написано, что против мероправителей тьмы и века с его, и я думаю, что это связано с тем, что происходит на земле. А второе написано, что против духа в злобе поднебесной, которые находятся на небесах. И я хочу подробнее рассмотреть, что это значит. И у меня здесь есть несколько пунктов, которые я обозначил. Очень важно их понять. Возможно, вы уже все это знаете. Но пункт номер один. Есть только две реальности. Есть физическая реальность и есть духовная реальность. И одинаково достаточно действует и духовная реальность, и физическая реальность. Есть только одна разница между ними. Наша естественная реальность ее видна, а духовная реальность она не видна для нас. И когда иногда людям приходит какое-то видение, или они видят ангела, или что-то, что не видно другим людям, тогда они как бы проникают в эту духовную реальность и видят ее. Но в основном духовная жизнь, духовная реальность не видна для большинства людей. Но я думаю, что две этих реальности, они идут вместе, как два поезда, или два грузовика. Это как отражение в зеркале. И если вы хотите понять, что происходит на духовном уровне, то вы посмотрите на физическую реальность, и у вас будет какая-то картина. Все, что есть на физическом уровне, оно имеет под собой влияние духовного уровня. Размер, форма и местонахождение, цвет, особенно звуки, интонация, ритмы. Я могу сказать, что музыка имеет в себе силу. Она имеет хорошую силу, если мы используем музыку для того, чтобы поклоняться Господу. Но также музыку легко использовать для того, чтобы отвести людей от Бога. Даже какие-то запахи имеют под собой духовную основу. И я хочу доказать вам этот момент. Когда Бог дал помиление Израилю приносить жертвы в храме, Он сказал, какие травы использовать для того, чтобы делать благовоние, потому что Господь хотел, чтобы в храме или в скине был определенный запах. Написано, потому что это было приятное благоухание Господу. И когда мы видим, что сейчас перенесемся во времена храма, То аромат восходил от жертвенника к небесам. Несмотря на то, что насколько было ветрено в тот день, то этот аромат восходил всегда наверх. Потому что обычно... Смок это просто... Дым, дым, дым. Дым обычно идет в сторону ветра. Бог контролировал этот дым. И я даже помню, что мы видели подобное в Ауле-Рахамин. Потому что несколько лет назад, когда мы были в старом здании в Кириад-Яме, И все было белым. И потолки, и стены. И ковчег для Торы стоял в том углу. И там у нас было специальное место для свадебных платьев. Что у нас невесты в аренду брали. И офис был наверху, вот в том углу. И один из наших друзей разжел огонь. В кавычках разжел огонь. Да. И один из друзей в кавычках разжел огонь. Они использовали очень сильные вещества. Они использовали в офисе для того, чтобы разжечь огонь. И там в офисе, естественно, стояли и принтеры, и вся эта типографическая техника. И все это растаяло. И весь здание наполнилось черным дымом. Потолок стал черным. И все стены стали черными. И свадебные белые платья стали черными. Но вы знаете, что где-то на несколько сантиметров от того места, где стояла Тора, там все было белое. То есть дым прошел мимо и не прикоснулся к тому месту. И я действительно верю, что Бог там сделал специальный ветер или как-то сохранил это место для того, чтобы бред небу, причиненное этому аромам. Я хочу вернуться к своему вопросу. Даже аромат имеет в себе какое-то духовное влияние. Третий урок. Третий урок. Я верю, что духовная реальность, она такая же, как и физическая реальность. Потому что кто, что есть человек? Это дух, душа и тело. Но я думаю, что на самом деле все правильно в другом порядке. Мы были сотворены по Божьему образу. Поэтому настоящий ты, прежде всего твой дух. Конечно, у нас есть наш разум и наш характер, наши эмоции. И вот это физическое тело, которое носит в нас нашего Я, наш дух. Но я верю, что все, что физическое, оно на самом деле является результатом духовного. Даже в Итие, в первой главе. До того, как что-либо начало существовать, Бог был, и потом Он прояснен для того, чтобы стало физическое что-то. То есть мы говорим про две реальности, это физическое и духовное. Они совершенно одинаковые. И я могу сказать, что духовная реальность, она более правильная. И четвертый пункт. Есть только два царства. Божье царство и царство тьмы. Нет ничего посередине. И нам нужно удостовериться, что мы находимся в правильном царстве, на правильной стороне. И последний пункт. Что два этих царства, они действуют в духовной реальности, и они имеют влияние на естественную реальность в определенном способе. Царство Божье пытается иметь на нас влияние через Своё Слово. И через Его Дух, который живет внутри нас. И естественно, царство тьмы тоже пытается на нас оказать влияние. И Дух Святой показал мне эту картину где-то 30 лет назад. И я не понимал, что это все означает. Но спасибо, Миша, у нас это есть на русском языке. Видите, что царство Божье обозначено с левой стороны и царство тьмы с правой стороны. И я написал на каждом уровне, между каждым царством, написал слово «Война». И когда Господь наполнил мне это слово, то я нашел этот файл стайм, я хотела вам объяснить, что я на нем вижу. В царстве тьмы, вы видите то видение, которое было у Намаха Доносора. Это то видение, которое было у Намаха Доносора. И Даниил истолковал это видение. И то, что было удивительно, что это был пророческий сон, который исполнился в четверть через 500 лет. И вы видите, что здесь прогрессия различных царств. Вавилонская, Персидская, Греческая и Римская. И у каждого из этих царств империи был доминирующий дух. И доминирующий дух Вавилонской империи, это был оккультизм. Потому что все ближайшие советники царя на углу Ходоносора, они были колдуны. Дух Мидии и Персии, это был неконтролируемый похоть плоти. Греческая империя, где мы знаем все, что они прославились философией и тяги к спорту. И доминирующий дух Вавилонской империи был демократия. На самом деле демократия началась в Греции, но римляне ее продвинули. И когда мы, если мы смотрим, как это развивалось в истории, то власть, которая была до этого, атаковала предыдущие. Они развили одна другую. И все эти духи прошли через эти власти. И я думаю, что последний, где мы живем. Давайте, давайте, дайте мне, пожалуйста. Еще раз. Мы видим в этом круге. Когда в 21 веке Все духи предыдущих империй, они сошли в наш мир. То, что вы видите, то, чем это обозначено. Это религия, образование, наука, искусство, музыка. Сейчас вернемся к этому слайду. Я хочу прочитать другое местописание. Римлянам 12.2 Написано, не сообразуйтесь веком Сим, которая на правой стороне. Обстановите здесь. Написано, не сообразуйтесь веком Сим, с образным веком Сим. Если мы прочитаем Битие 1 главу, то мы вспомним, что мы сотворены были по образу Божьему. И почему Павел говорит верующим не сообразоваться с образом веком Сим? И это, потому что, если мы только не родились и не были воспитаны в полностью библейском окружении, тогда тот дух, который в мире, меняет нас. И он меняет нас от того человека, которому Бог сотворил нас, чтобы мы стали кем-то другим мирским человеком для этого мира. Это начинается даже до того, как ребенок рождается в утропе Матери. Потому что последние несколько месяцев ребенок, находящийся в утропе, слышит. Если женщина идет в парикмахерскую или в салон красоты, там играет музыка. Обычно мирская музыка. Тогда маленький ребенок слышит эту музыку. И я сказал вам уже до этого, музыка мощная. Когда ребенок рождается, идет в садик, в школу, в колледж, в университет. И переживает этот духовный дух этого мира. И к тому времени, когда человек уже взрослый выпускается из университета, они уже не являются тем человеком, который Бог сотворил и хотел, чтобы он был таким. Мы все преобразовались в образ этого мира. И поэтому Павел говорит, не преобразуйтесь в это, не заобразуйтесь в веков с ним, но преобразуйтесь на Бога. И то, что мы должны, мы должны преобразоваться в образ Ешуа. И это говорит, что мы преобразуемся отновлением ума нашего. Потому что это то место, где дьявол атакует нас, это наш разум. И в Ефесянам 5.26 написано, написано, чтобы мы обновили наш разум водой чистой. Куда бы я ни ходил сегодня, и куда бы я ни ездил по всему миру сегодня, я говорю, возвратитесь к истокам и читайте Божье Слово. И я очень люблю этот момент, когда мы выносим цветки Торы. Мы прикасаемся и мы целуем цветок. Но если это только религиозный ад, то оно того не стоит. Но если мы действительно вкладываем свою любовь в Божье Слово, если мы действительно хотим поцеловать Божье Слово, вам нужно читать его. Вам нужно внедрить его в свой разум. Потому что то, что делает Библия, учит нас о Боге. И обновляет наш разум. И если вы, допустим, готовите спагетти, и для него делаете соус, если вы возьмете кастрюлю и начнете ее мыть в раковине, вы наполняете ее чистой водой, и красная вода исходит. Чем больше вы чистой воды в кастрюлю нальете, чем больше воды, тем чище будет ваша посуда. И таким же образом мы обновляем наш разум. Таким же образом мы очищаем нашу голову. Я хочу вас вот сейчас, я здесь нахожусь, воодушевить. Читайте Слово. Каждый день. Даже если вам не хочется, даже если вам это сложно, все равно заставьте себя верой. Потому что Слово омывает ваш разум, очищает вашу голову. Как я сказала, размер, форма, местоположение, все это оказывает влияние на людей. И, you know, witches and satanists, they understand these things better than what most Christians do. И я начинаю понимать эти вещи больше, чем... А, и дьявол и колдуны понимают эти вещи даже лучше, чем многие христиане его делают. You know, they, witches and satanists, they do strange things. Дьявол и его послальники, колдуны, могут совершать очень странные вещи. They use funny symbols, they do all sorts of things. And we need to, sometimes we need to learn from the other side. That these things are powerful. And I'll just go through a few slides very quickly. Just go to number six-ish. Я хочу быстро, чтобы мы просмотрели несколько слайдов. So wait, we should build buildings. Мы строим здания. See, these are things on the earth that the spiritual realm, the kingdom of darkness, has us to build. Видите, вот это вот физические предметы, которые у нас есть на этой земле, которые вдохновило нас темное царство построить. The thing in the middle, it's called an obelisk. То, что вы видите посередину, называется аделиск. It's from Egypt. Это корень имеет египетский. And the Egyptians understood, too, it has spiritual power. И египтяне понимали, что эта вещь имеет в себе духовную силу. А вы посмотрите на статую свободы американскую, которая стоит на предиставе Нью-Йорке, которая раньше была финансовой столицей мира. Но она не статуя свободы, это Езебель. И свободные масоны дали это в дар Америке. А потом под Вашингтоном американский доллар. Здесь написано, Богу мы доверяем. Это очень хорошо, что они написали, что Богу мы доверяем. Но какого Бога они здесь имеют в виду? Потому что с левой стороны здесь пирамида с глазом лошади, который был египетским богом. И внизу еще один символ есть. Одно из символов хориста. И Китай это азиатский символ. И очень осторожно отнестись. К тому, что находится посередине, выглядит как магенда вид, но это совсем нет. А магенда вид это шестиконечная звезда. А здесь только пятигонечная звезда. Это символ сатанизма. И мы знаем, что с другой стороны это хамса. Мы знаем, что евреи очень любят хамсу. Но на самом деле это и оккультный символ, который приносит удачу. И нам нужно очень внимательно отнестись к тому, чтобы ни один из этих символов не был у нас дома. Я уже должен скоро закончить. И мы помолимся за вас. Но есть некоторые вещи, которые вам нужно понять. И вам нужно некоторые вещи сделать. Мы живем на земле. Но на нас влияет духовная реальность. Бог пытается на нас влиять через Слово и через Свой Дум. И другой мир пытается на нас влиять через музыку и другие вещи. И нам нужно быть уверенными, убедиться в том, что у нас никаких неправильных вещей другого того царства нет у себя дома. Потому что они могут в себе иметь, я не говорю на 100% что они имеют, но они могут в себе иметь духовную злую силу, которая меняет право на земле. Возможно это причина того, что у вас есть какие-то проблемы дома с семьей. И Бог хочет дать нам победу, чтобы мы служили Ему. И то, что мы будем сейчас делать, через пару минут я хочу помолиться за вас. Но когда вы пошли домой, вам нужно помолиться и спросить Святого Духа. Есть ли в моем доме что-то, что там быть не должно? Возможно там есть какая-то книга. Возможно у вас есть у кого еще остались кассеты или диски. Может быть это какой-то фильм. Может быть это какого-то украшения. Это может быть картина какая-то. Возможно даже какая-то одежда, нам нужно внимательно смотреть, что написано или нарисовано на нашей одежде. Потому что, допустим, если что-то написано на одежде, это определенное утверждение. Нам нужно внимательно относиться к тому, что мы носят, что там написано. И будьте осторожны, когда кто-то дает вам какие-то подарки. Свободные масоны отдали и подарили Америке статую свободы, но это не был хорошим подарком. Нам нужно спросить Духа Святого и действительно показать нам, может быть есть в нашем доме что-то неправильное. Если у вас есть какая-то проблема, которая переходит из поколения в поколение, то возможно у вас есть в доме какая-то вещь, которая... У вас возможно есть какая-то семейная реликвия. Но если вы хотите освободиться, то вам нужно убрать ее, вам нужно принять твердое решение. Потому что возможно эта реликвия очень даже драгоценная и некрасивая, но не стоит ее держать дома. Поэтому, когда вы вернетесь домой, если у вас есть какие-то постоянные серьезные проблемы или со здоровьем, или с финансами, или с чем-то другим, начните спрашивать и молиться, и спрашивайте Духа Святого, что может что-то есть у вас не в порядке. Может быть какие-то книги, которые противоваречат Божьему слову, нужно их выбросить. Если есть какая-то музыка, которая имеет в себе злые слова, вам нужно выбросить все это. Если у вас есть какие-то видеофильмы, которые, если бы Ишуа сидел рядом с вами, вы бы постеснялись их смотреть и сбавьтесь от всего. И посмотрите еще раз на все эти символы, если есть что-то дома подобное. Я был в Америке с моим другом, мессианский еврей, и она привезла красивую хапсу. И она спросила, нормально ли я? Я сказала, что мне ничего хорошего не было. И она очень обстроена. Потом я сказала, если ты подумаешь, что это Божья рука, и можно отсюда убрать всю духовную силу, тогда все нормально. Тогда она улыбнулась и сказала, хорошо, я помолю. Она положила в коробку, потом положила в кухню на пол, и Джоси была свидетель, она пошла на кухню, и такое ощущение, как будто Хамса сама по себе выпрыгнула из коробки, упала на капкан. И я сказала, извиняюсь, я был неправ. Даже если вещь очень красивая внешне, не нужно выбрасывать ваш мусорный ящик. Если эта вещь горит, то вы ее сожгите. А если эта вещь не горит, вам нужно из нее сделать пыль. Потому что если вы не разрушаете, не разрушите полностью, то у меня есть силы. Я хочу вернуться к древнему Израилю. Когда Бог сказал израильтянам зайти в землю, Он сказал разрушить, пыль стереть любые жертвенники для идолов. Разрушить их. И мы много это делали. Но мы полностью это не сделали. И одна из причин, почему народ израильский не такой, какой Бог вначале задумал, не тот народ, которым Бог призвал нас. Потому что мы живем на этой земле. И мы на нас оказывают влияние оба царства. И много светских людей в Израиле не читают Библию. Поэтому на них оказывают влияние только не в божьей царства. И некоторые духовные силы, которые имеют место в этой стране. Поэтому, братья и сестры, Я должен завершить уже. Пожалуйста, возьмите все это, отдайте Богу. И если у вас какие-то наследственные болезни, может быть, Или постоянные финансовые недостатки, Или какие-то постоянные проблемы в взаимоотношениях в семье, Возможно, что-то есть в вашем доме, Которые имеют в себе силу еще в прошлом. Amen? So, let's stand, and we're going to have a time of prayer. Father, we love you, we praise you, we worship you. God of Abraham, Isaac, and Jacob. God of Israel. You're our Father in heaven. Every one of us are your children, Lord. Even the ones who don't believe in you, they're still your children. And Father, we thank you for your word. Lord, your word teaches us about you. And your word washes and clears our minds. And your word gives us insight into how to get the victory. And Father, I think that we are all existing in the natural realm right now. And we now all exist in the physical reality. But Father, I believe that we are being controlled, we are being influenced from the spiritual realm. And Father, I believe that we are being controlled, we are being influenced from the spiritual realm. So, Father, help us to understand these things. And we thank you for the victory in the blood of Yeshua. And we thank you for the victory in the name of Yeshua. And we thank you for the power of repentance. And we thank you for the power of repentance. So, Father, I just want to pray for every brother and sister in the sanctuary today. Отец, я молюсь за каждого брата и сестру, стоящего перед тобой здесь. И для тех, которые смотрят нас в интернете. Чтобы они серьезно отнеслись к этому слову. Если они хотят иметь победу в жизни. И, Holy Spirit, I pray that as we go home to our home, and as we begin to maybe just look at our bookshelf, and look at our collection of music and videos, at the paintings on our walls, and our jewelry, whatever it may be, Holy Spirit, I pray that you will show us what is good, and show us what is bad. And, Father, as we destroy the things that are bad, Lord, I pray for a total victory over every sickness here today. I pray that every curse of sickness would be broken in the name of Yeshua. I pray that every curse of poverty would be broken over every family in the name of Yeshua. And I pray that every bad relationship with these families will be healed in Yeshua's name. And, Father, we thank you for the victory in Yeshua. We thank you for your name, we thank you for your blood. And, Father, we just thank you, Lord, for being for us. Lord, you are for us. And you want the best for us. And so we just give you thanks and praise. We thank you to the Lord of God. What's your name? Bye. 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 Субтитры создавал DimaTorzok